Добрый день, дорогие друзья! С вами Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаториев. Сегодняшний видео-дайджест посвящен такой теме, почему нужно почаще ездить на курорты и при этом правильно питаться. Повышение пенсионного возраста в России обеспокоило граждан, как мне кажется, не тем, что им придется работать дольше, а тем, что многим, возможно, не удастся насладиться жизнью на пенсии. Да и что греха таить в России слово «пенсия» и «наслаждение» несовместимы в принципе, если посмотреть на размер этой самой пенсии. Граждане-долгожители проживают не только в развитых странах с высоким уровнем жизни и хорошей экологией, но и в тех странах, где сложились традиции заботиться о своем здоровье, предупреждать развитие болезней, а не лечить их уже постфактум. Посмотрите, например, на Люксембург. В этой стране очень высокий уровень жизни, и это несмотря на то, что в Люксембурге продается самое большое количество алкоголя в Европе на душу населения. Ну, продается и потребляется. Но там люди ездят на курорт не один раз в год, как россияне. У них принято посещать курорты минимум 2-3 раза в год. А еще европейцы стараются выезжать на выходные для спа-отдыха. На любом курорте Европы предлагают спа и лечебные программы выходного дня. Казалось бы, как можно полечиться за 2-3 дня? Они, тем не менее, дают свой эффект, если так проводить выходные на протяжении нескольких лет. Даже активное времяпровождение, а не лежание на диване перед телевизором, уже способно улучшить состояние здоровья. Возьмем, например, Японию и Китай. В больших городах там экология страдает, но жители даже больших мегаполисов живут дольше, чем россияне в экологически чистых деревнях и поселках. Причем они не ездят по курортам, как это делают россияне и европейцы. В этих странах может отпуск составлять буквально 5-10 дней в году. Китайцы и японцы стараются провести время активно в поездках по другим городам и странам. А японцы вообще удивительный народ. Они верят в икигай, ощущение собственного предназначения в жизни, по нашему смысл жизни. Причем икигай может быть профессией, семьей и даже хобби. Они даже после активного возраста не выходят на пенсию в том понимании, как это делаем мы. Наши граждане воспринимают пенсию как время абсолютного ухода от всех дел. В итоге часто наступает депрессия, пропадает ощущение смысла жизни, цель, к которой нужно идти. А когда нет движущей силы, организм стареет быстрее. Это даже не нужно доказывать. Японцы в преклонном возрасте стараются заниматься любимым делом. Это у них философия жизни и такое особое мироощущение. Кстати говоря, на японском острове Окинава на 100 тысяч жителей приходится больше людей старше 100 лет, чем в любом другом месте планеты. У жителей Китая и Японии очень мало в организме свободных радикалов, которые приводят к быстрому старению клеток. Почему? А все дело в питании. Азиаты пьют много чая, очень сдержанные в еде. Масштабные компании популяризации правильного питания делают свое дело. А что делают наши граждане? Постоянно переедают, что приводит к чрезмерной зашлакованности организма. А потом пытаются за 7 дней решить проблемы с нарушениями имена веществ на курорте. И уповают на то, что поедут в Карлову Вару или еще куда-то, попьют термальные водички и все опять будет хорошо. А приехав на курорт, не могут отойти от шведского стола. Я наблюдал в марианских лазнях, как кушают немцы. Придут на завтрак, берут одну булочку, кубик масла и джема, чашку кофе. Вот и весь их завтрак. На ужине налегают в основном на салаты и фрукты. Много двигаются. Скандинавской ходьбой занимаются люди в достаточно преклонном возрасте, которым, казалось бы, нужен абсолютный покой. Вот вам и совокупность причин, почему во многих странах люди проводят на пенсии от 10 до 25% своей жизни, а граждане России в лучшем случае 3%. И то, если доживают. Дорогие друзья, не забывайте о своем здоровье. Выбирайте курорты. Старайтесь ездить хотя бы раз в год на 10-14 дней. Если вам нужна помощь в выборе курорта, пожалуйста, звоните по указанным в примечании к видеоролику телефонам, пишите на e-mail, подберу вам хороший курорт, организую отдых. Хорошего вам дня.